Голубоперый баллистот Голубоперый баллистот способен причинить немало бед невнимательным аквалангистам, любующимся подводными красотами Красного моря. Дело в том, что эта весьма симпатичная с виду рыбка обладает скверным характером. Агрессивные баллистоды первыми нападают на людей без видимой на то причины, а общение с ними часто заканчивается травмами, так как рыба обладает весьма крепкими и острыми зубами. Голубоперые баллистоды имеют крупные размеры и яркую внешность. Последнее характерно для большинства обитателей коралловых рифов. Но вот крупные и острые зубы выдают в баллистодах опасных хищников. И это обстоятельство должно насторожить неопытного дайвера. А еще баллистод – это ловкий и сообразительный хищник, который добывает себе пропитание весьма оригинальным способом. Заподозрив донном или потенциальную жертву, он быстрыми движениями тела образует завихренные воды, которые размывают верхний строй и обнажают мелких морских животных, которые обречены стать обедом баллистода. Кроме того, рыбы питаются коралловыми полипами, просто откусывая от них кусочки и поедая их. Такое пищевое поведение возможно благодаря мощным челюстям и крепким зубам. Смотрите дальше и вы узнаете, какую медузу называют самой некрасивой. Морская змея Для тех людей, которые часто отдыхают на побережьях жарких стран, занимаются дайвингом и погружаются в воды теплых морей, нередки встречи с морскими змеями, поэтому им просто необходимо обладать знаниями об этих существах. Эти змеи широко распространены по нашей планете. Они водятся в прибрежных тропических водах Тихого и Индийского океанов, стараясь держаться вдоль побережий под поверхностью воды. Иногда ненадолго заплывают в пресные воды. Несмотря на то, что большинство морских змей являются ядовитыми, для человека они практически не опасны, если их не беспокоить. Дело в том, что эти животные пускают в ход свои ядовитые зубы лишь во время охоты, или в крайнем случае исключительно для самообороны. Но если вы столкнетесь с морской змеей во время плавания или погружения, лучше ее не трогать, пускай спокойно проплывает мимо. В противном случае змея может нанести вам молниеносный укус с тяжелыми последствиями, вплоть до летального исхода, что случается, слава богу, крайне редко. Как правило, морская змея во время укуса впрыскивает минимальное количество яда. Такая доза редко может нанести серьезный вред здоровью человека. Пятнистый орляк Пятнистый орляк напоминает под водой огромную парящую птицу. Этот скат крупных размеров, у которого максимальный размах плавников, крыльев может доходить до 330 сантиметров. Толщина тела в районе головы 50 сантиметров, а вес до 230 килограммов. Однако чаще всего встречаются особи с размахом до 180 сантиметров. В основании хвоста, сразу за брюшными плавниками, сверху у орляка находится до пяти зазубренных ядовитых шипов. Их уколы являются очень опасными для человека, так как яд схож с ядом змеи. Если пловцы или рыбаки по неосторожности наступят на орляка, последний моментально обвивает хвостом ногу и наносит сильнейшие уколы этими шипами. Если шип ломается и его не удается вытащить, человек может умереть. Ареал обитания – вся тропическая часть мирового океана вдоль экватора, в Индо-Тихоокеанском бассейне и в Атлантике. Обычно скаты орляки встречаются в мелководных прибрежных водах, заливах у коралловых рифов, но могут пересекать и океанические пространства. Иногда входят в устья рек Эстуарии. Орляк парит, взмахивая своими огромными крыльями плавниками у поверхности воды, иногда выпрыгивая из нее. Во внебрачный период орляки образуют большие скопления – стаи. Токсопнеустас пилиолус Многие из вас в своей жизни встречались с морскими ежами, а некоторые познали, насколько у них острые шипы и как это больно почувствовать их в своей коже. Тем не менее, Токсопнеустас чувствует себя прекрасно, когда дело доходит до защитной тактики. В книге рекордов Гиннеса он описан как «самый опасный морской еж в мире». Это один из представителей иглокожих, на которого вам точно не стоит наступать. Что же делает этого морского ежа столь опасным? Так это его мощный яд. В этом яде содержится по меньшей мере два опасных токсина. Контрактин А – нейротоксин, который вызывает спазмы гладких мышц. А также педитоксин – белковый токсин, который может вызвать конвульсии и анафилактический шок. Яд поступает через педицелярии. Это цветкоподобные структуры. После того, как произошел контакт с кожей, педицелярии часто продолжают закачивать яд в жертву. Очевидно, что размер этих педицелярий напрямую связан с эффективностью яда. Барракуда В соленых водах Красного и Средиземного морей обитает очень похожая на щуку рыба – барракуда. Только она мощнее, агрессивнее и свирепее, чем щука. Визитной карточкой этой хищницы является большая голова с массивной нижней челюстью и угрожающе торчащими зубами. Барракуда – род рыб, семейство барракудовых. Это семейство имеет более 20 видов, все представители которых являются свирепыми морскими хищниками. Хотя барракуда не может, как акула, съесть человека заживо, тем не менее травмы, нанесенные ею, крайне опасны. Внезапно набросившись она может выхватить кусок плоти, откусить кисть или стопу, после чего пострадавший погибает от кровотечения. Ученые при этом полагают, что барракуда нападает на людей по ошибке. Хищница отыскивает добычу с помощью зрительного анализатора. При неблагоприятных условиях видимости случайно может принять часть снаряжения или костюма пловца за маленькую рыбку. Действительно, подавляющее большинство несчастных случаев происходит в мутной воде. Спровоцировать охотника к атаке могут светлый купальный костюм, различные блестящие предметы, кольца, часы, браслеты и быстрое движение пловца. Синекольчатый осьминог. Большую часть времени это яркое существо проводит, затаившись в укрытии. А если его потревожить, обидчику, поверьте, не сдобровать. Синекольчатый осьминог – одно из самых ядовитых животных в мире. Его яд парализует дыхательную мускулатуру, и человек может погибнуть от асфиксии в течение двух минут после укуса. Этот осьминог наводит ужас на всех. На детей, купающихся в море, на дайверов, на играющих на пляжи волейболистов, на биологов, которые пускаются в опасные приключения, чтобы исследовать этих головоногих и узнать больше о нейротоксинах, содержащихся в их яде. Своё название синекольчатый осьминог получил за рисунок в форме колец на теле. Этих колец около 60, и если осьминога потревожить, они становятся ярче, а на жёлтой коже проступают тёмно-коричневые пятна, тем самым обозначая агрессию и предлагая потревожившему осьминога наглецу поскорее уходить. Кольца бывают синими и чёрными, и расположены они по всему телу, на туловище и щупальцах. Синекольчатые осьминоги редко нападают на человека. Если застать их врасплох, то они реагируют агрессивно, но исключительно в целях самообороны. Обычно эти осьминоги питаются беспозвоночными, креветками, раками, а если получится схватить рыбу, то едят и её. Тибурония гранрожо Если рассматривать внешний вид, то самой страшной или некрасивой можно назвать медузу Тибурония гранрожо. Тело этих медуз насыщенно красного цвета, довольно крупное. Как полагают учёные, она может достигать 75 сантиметров в диаметре. Выглядит медуза массивной и малопривлекательной, в отличие от обычных полупрозрачных медуз, которые выглядят лёгкими, будто парящими в воде. Но ещё меньшую привлекательность добавляют тибуронии гранрожо, их мясистые выросты, щупальца же у них отсутствуют вовсе. Я, конечно, понимаю, что, скорее всего, никто из этого списка у вас дома не водится. Но, возможно, у вас дома стоял обычный аквариум. Расскажите, кто там у вас водился. У кого-то рыбки, у кого-то это были тритоны, а у кого-то в аквариуме жили хомячки. С вами, как всегда, был профессор Гуглов. Подписывайтесь на канал, ставьте большие пальцы вверх и, конечно, выбирайте следующее видео для просмотра. Субтитры сделал DimaTorzok